Привет! Я сегодня сходила в аптеку и в магазин косметики Бонжур и купила много всего интересного по уходу, потому что у меня закончились некоторые следствия, я решила хорошенько закупиться для себя и для своего мужа. Значит, что я взяла? Сначала, что я купила в аптеке, а вот это вот уже в Бонжуре. Значит, в аптеке я купила для себя, это умывалочка от Лейрак Париж, все знают эту аптечную французскую косметику, она мне очень нравится, она мне очень подходит, как минимум. Вот такая вот бутылочка, я показывала в первой части видео про макияж ньют, о том, что я пользуюсь тоником вот этой же серии, этой же фирмы, там такая же бутылочка, только прозрачная, голубая. И вот я взяла гель для умывания еще, вот этой же фирмы Лейрак, в таком дозаторе, очень гигиенично. Потом мужу я взяла тоже Лейрак, Лейрак Ом, это бальзам после бритья. У моего мужа такая очень неприятная кожа, она у него жирная и чувствительная одновременно, поэтому взяла после бритья для чувствительной кожи для мужчин, думаю, ему подойдет хоть немножко. И в подарок шел такой пробничек, ну, или, кстати, не маленький пробничек, видите, по сравнению с ладонью, он такой большой. Это пробник гель для душа, он же какой-нибудь там для мытья головы, он же Гриша, он же Гоша. Вот, потом что я купила в Бонжур, в Бонжур я купила люксовый, ой, господи, люксовый скраб Лаколин, если это Франция, а это Швейцария, производство в Швейцарии Лаколин. Вот, видите, эксполиатор. Мне сказали, что он очень-очень-очень хороший, что все его очень любят, и те, кто покупает какие-либо там гамажи или эксполиаторы, вот, скрабы, на первом месте вот этот. Поэтому я послушала и купила вот такой вот скрабик, баночка. Вот она, в баночке 30 мл, то есть она небольшая. Вот такой крем, где он, в Швейцарии. С ним идет шпатель, чтобы набирать баночку, чтобы не пачкать сам. Вот он такой выглядит, просто таким розоватым чуть-чуть, белый, вроде немножко розоватый. Вот кремик. Он не имеет крупных отшелушивающих частиц, но если я возьму немножко, да, вот, я вот даже совсем капельку, то чувствуются такие мельчайшие какие-то крошечки, которые, как мне сказали, очень хорошо выравнивают лицо. И на утро лицо отлично. В общем, это такой вот мой уход, который я себе купила, потому что мой скрабик закончился. Потом я купила, это не уход, но все-таки это карандаш от Dior, карандаш для глаз, карандаш номер 597. Просто карандашик для глаз, обычный, темно-коричневый. Такой, я думаю, что он пойдет мне для карандашной техники, я его взяла, он потемнее, чем мой, которым я делала. Поэтому я думаю, что он все-таки подойдет. Опять-таки в наборе шоу слаточилка Dior, которая никудышняя. Еще пробнички, обожаю пробники. Пробники помогают мне усиловать выбор в следующей покупке. Во-первых, так как я купила вот этот вот дорогой Лаколин, я его купила за 500 с чем-то из 540 гривен. Это в районе 50 евро, 50, даже больше. Так как я купила, то мне дали пробники два одинаковых кремика. Я почитаю еще где-нибудь на сайте, что это за крем. Вот такой вот он, маленький пробничек. Я думаю, мне он понравится. Я думаю, что этого хватит, двух пробничек, чтобы создать впечатление об этом креме. Тоже Швейцария. И если развернуть этот пробничек, что он вот в такой вот упаковочке, если развернуть, то внутри тут есть и состав, и инструкции по использованию. Дальше. От Dior мне подарили. Я так поняла, что это крем вокруг глаз. Вот так вот это выглядит. Вот здесь вот написано сверху, что Eye Area. Я так понимаю, что это крем вокруг глаз. Так что буду пробовать. Еще раз почитаю на сайте, на что это на самом деле, на всякий случай. Потом Glee Elementi. Вот такой вот пробник. Это крем. Но написано здесь на нем... А, вот New Density Stretch Marks Cream. Что такое Stretch Marks Cream? Что-то не очень хорошо понимаю. Тоже почитаю на сайте. Ну, судя по всему, какой-то просто крем для лица. Unique Body Trident. Вот такой крем. И последний пробничек. Это Sink Mound. Какой-то SPA-кремик. Вот он. Надо будет тоже попробовать, посмотреть. Сделано во Франции. Во Франции написано. Поэтому что-то должно быть хорошее. Все. Это все мои покупки на сегодня. Может быть, вам что-то будет интересно. Я хочу очень... Хочу попробовать этот... Эксфолиант. Этот скраб. Чтобы узнать его действия. Действительно, он такой хороший. Так как я вчера уже делала скраб и маску. Поэтому надо будет подождать пару дней. И попробовать. Также потом расскажу про умывалку. Я, как я вам уже говорила, я заказала несколько средств для снятия макияжа. И умывалок от MAC. И я сделаю сравнительную характеристику нескольких уже умывалок в каком-нибудь отдельном видео. Я надеюсь, мое видео поможет кому-то сделать новые покупки. Все. Люблю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok